Йо-йо-йо, ребята, здорово! Всем привет, и с вами Димон Массел. И сегодня у меня S22 Ultra в сравнении с S21 Ultra. Я уже делал в полноценном предыдущем видео и полном обзоре то, что если вы хотите купить телефон, вообще не парьтесь, что он нового поколения, старого поколения. Сейчас все телефоны работают плюс-минус одинаково. По скорости работы, по камерам, по производительности, в играх все себя показывают очень даже неплохо. По экранам, по яркости, по виброводству, я не увидел между этими телефонами какой-то существенной разницы. Единственное, в чем мы можем ее увидеть, это, наверное, в работе камеры. Вот что нам стоит сделать. И сейчас я вам покажу несколько тестовых снимков и видеозапись, снятые на этот телефон. В темных условиях, в светлых условиях, зумы и так далее. Во-первых, мне очень не нравится, меня прям сильно очень бомбит с того, что на Exynos 21 поколения я могу сделать Full HD Auto. То есть я могу выбрать режим автоматического подбора кадров в секунду. Здесь же такой настройки нет. То есть я не могу, чтобы телефон сам понимал, как ему писать. Все последние обновления установлены на оба телефона. Эта версия у нас на Snapdragon. На Exynos, возможно, будет похуже. Итак, я бы хотел вам показать вот такое вот видео сравнение. Авторежим, потому что там это есть на 21, на 22 это почему-то не завезли. Проверяю стабилизацию. Так, 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 так. Проверяем, как под столом видно, как HDR работает. Мне нравится, что я вижу на 22 ультри относительно 21 по HDR. Так. Темные уголки видно лучше на 22 поколении. Так, ага, широкий. Получше, получше. А вот трешка мне не понравилась, как-то засвечена на 22 ультре. А зато вот здесь темный угол видно лучше. И десятикратный зум. Опять в плане зума, я бы сказал, и HDR лучше 22 ультра в плане видео. Здесь не супер много света для работы с... Стабилизация оба телефона очень платные. Теперь перейдем снимать в темную ату. Так, 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 так. Что мы здесь видим? 21 мне нравится, как снимает. У нее есть режим автоматического подбора кадров в секунду. И в темных условиях он делает их небольшое количество, зато дает много света на каждый кадр. Из этого больше деталей. Но если будет совсем темно в каких-то уголках, то прям будет печаль. Это трешка. Здесь почему-то... Трешка, видите, больше, чем здесь почему-то. А десятикратная... Здесь я что-то еще вижу на десятикратном оптическом. Здесь же уже десятикратная просто тьма. То есть более светосильный объектив десятикратного зума. И ширик я включаю. Так, ну здесь особой разницы мы не видим. Это еще Snapdragon. Если бы 21 был на Snapdragon, то мы тоже видели чуть получше. Я помню, что Snap на 21-м поколении в темных условиях. Ультра лучше, дает больше цветов 21-го. Видите? Тут все становится черно-белым. На 21-м Snap уже лучше. А если бы тут был Snap, то еще было бы светлее. Потому что я помню, когда сравнил Exynos и Snap на 21-м поколении, то Snap лучше в темных условиях себя показывал на видео. Так, ну давайте посмотрим. Это трехкратный оптический зум. И мы видим, что десятикратный. И мы видим, что десятикратный оптический зум лучше на 22-м поколении. Это снова десятикратный оптический зум. И мы видим и цвета, и четкость лучше. Дальше. Тридцатикратный зум цифровой. Ну то есть там не оптический, там тоже второй был. Снова гораздо лучше цвета и лучше детализация. Зум реально прокачали. Вот что я вам скажу. Это у нас десятикратная оптика. Здесь снова мы видим, что кирпичики гораздо четче и насыщенней. Согласны? Согласны. Далее, трехкратный оптический зум. Здесь нужно уже подумать, посравнивать. Но в плане цветов, мне тоже кажется, что красивее картинка на S22 Ultra. В плане зума прокачали. Молодцы. Ширик. Так, вот так кадры очень похожи и по небу, и по всему. Если приблизить какие-то темные углы, чтобы выяснить, где деталей побольше, я бы сказал, что здесь разницы я не вижу в этих фотографиях. В принципе, наверное, ни в чем. Но, может быть, благодаря обработке чуть-чуть четче вот эти бревнышки, чем на 21-м. Но я не буду, вы смотрите, детали, извините. Дальше. Так, основной модуль. И здесь тоже, вот благодаря этой обработке, как-то больше обработки, больше теней у бревен. Но при этом чуть и больше шарпинга, такого шумов, что ли, резкости на картинке. Вот, но это все добавлено искусственно. Но, в принципе, это неплохо. Дальше. Цветопередача. Блины, они реально давали в такой вот цвет, нежели вот такой. Поэтому, наверное, цветопередача на стороне 22-й ультры. Но зато фокус куда-то здесь ушел. Видите, как размытая картинка, да? Здесь же фокус на месте. Он вот тут есть, он и вот тут есть. То есть, тут уже смаз, тут четче, четче. Вот, но при этом здесь вроде фокус и тут есть, тут он тоже есть. Поэтому непонятно здесь. Ладно. Это у нас трехкратный зум или даже десяти, да, это десятикратный зум. И здесь мы снова видим, что вот цвета, дерево, да, вот этот темный угол, все это гораздо лучше на 22-м поколении. Так что в плане зума молодцы, поработали. Это трешечка. И снова мы видим лучшую цветопередачу, меньше серых оттенков, больше реальных цветов, лучше HDR в уголке, дерево, детали, все хорошо. В плане зума претензий не имею. Основной модуль абсолютно по-разному передал цветопередачу этого коврика. И здесь была права 21-я ультра. Но, тем не менее, вот этот вот уголок снова у нас лучше, значительно виден на ноуте 22-а ультра. Или эски 22-а ультра, называйте как хотите. Это также основной модуль. И снова мы смотрим в этот угол. И снова мы видим, что явно не хуже. То есть работа была сделана, опыт получен, выводы сделаны. Снимок в супертемной комнате, в супертемных условиях. Что мы здесь можем заметить? Ну, я вам скажу следующее. Здесь я могу заметить, что у 21-ой ультры больше артефактов на этом снимке появляется. Каких-то тут же я вижу лучший этот снимок. И четкости на нем больше. Следующий момент. По коробкам на столе. По вот этому вот пакету я разницы особой не вижу. Но в плане цветов они, опять же, более насыщенные. И вот здесь, кстати, лучше даже чуть-чуть 21-ой ультра, чуть больше синего цвета дала от синей папки, которая там лежит. Но в целом это не принципиально, я думаю. И вот так я иду по всему снимку. Он супер-супер темный. Там прям в комнате тьма-тьма. Вы на видео видели, как там темно. Ну и здесь особой разницы я не вижу. Так что вот так вот. Дальше снимок в среднем свете. Проверяю HDR, что у нас видно за окнами. А за окнами у нас видно следующее. То, что 21-ая ультра сделала снимок не хуже. В плане цветов за окнами все хорошо. Засветов там меньше. Ну реально меньше. Сильно меньше, я бы сказал, засвечено. Это молодец. И при этом на переднем фоне у нас тоже, вот если вот здесь приблизить, то в принципе не хуже. Ну так, примерно так же. Хотя, может, тут даже чуть получше. Да, в принципе, 22-ая, первый, передний фон чуть лучше, задний чуть хуже. Холодильник, пожалуйста, с магнитиками. Начинаем смотреть на детали. Приближаем самый центр. И здесь я вижу, что четче, да, я вижу вот тут добавленная обработка. И благодаря этому четче я вижу эту надпись. И при этом, если приблизить какой-нибудь край снимка, то тоже, в принципе, явно не хуже. На 22-ом поколении цветопередача чуточку получше. Следующий момент. Вот этот вот стол. Значит, сначала смотрим на пачку сока любимой. Мы видим, что четче апельсин. Мы видим, что ярче цвета. Дальше идем на задний фон. Смотрим на часы. Где они у нас здесь? Приближаем, приближаем. И снова мы видим цветопередачу и детали чуть больше на 22-ом поколении. В принципе, работа проделана. Мне нравится то, что я увидел в камере. В общем-то, какие-то изменения по сравнению с 21-ой ультрой отметить можно. Больше всего в подчасти зума. И, наверное, ночных каких-то снимков. Вот. Но в целом, как бы на этом у меня, наверное, обзоры подходят к концу. И мы переходим к следующему видео под названием сравнение, например, с S20+, или с S21 Fan Edition, или с Note 20 Ultra. Сейчас подумаю.